Привет, как дела? В одном из прошлых роликов я рассказывала вам про город Норридж, а сегодня рассказ про город Грейт-Ярмут, который находится недалеко от Норриджа и в который мы ездили на следующий день после Норриджа вместе с мамой. Итак, Грейт-Ярмут это город на восточном побережье Англии, который находится недалеко от Норриджа, всего лишь в 28 километрах от главного административного центра графства Норфолк. Мы приехали туда поздно вечером в субботу и переночевали в отеле, который находится как раз таки на берегу Северного моря. Для меня этот город навсегда запомнился и остался в памяти благодаря ветряным мельницам, на которые у нас открылся вид рано утром, когда мы проснулись. Поздно вечером мы приехали, уже ничего не было видно, а из окна мы увидели такое чудо просто. Прямо в море стоят вот эти вот ветряные мельницы. Они такие красивые на фоне бурого неба, просто загляденье было, еще море такое волновалось. Я поснимала, когда мы вышли уже из отеля, поснимала эту красоту и навсегда вот эти кадры остались в моей памяти, относящиеся к городу Грейт Ярмут. И вот мы вышли из отеля и пошли гулять по городу. Город обычный, типичный курортный городочек, пляж и различные развлекательные центры. Ничего там такого особенного нет, кроме вот этих вот ветряных мельниц. Помимо того, что он был курортным городом там с 1700 какого-то года, в 1960-х годах там открыли нефтяные залежи. И там работали буровые установки, стали добывать нефть, а также впоследствии появились еще и газовые буровые установки, видимо еще и газ открыли. Это вот то, чем живет город сейчас, а вообще он считался курортным городком и рыболовецким центром. Рыболовов мы там тоже видели, приезжают прямо на джипах по песку на пляж, ставят свой джип и удочками ловят рыбу. Не знаю, уж поймали или нет, но я все время волновалась за них, так как был достаточно быстрый прилив. Думаю, успеют ли они убрать свой джип и уехать оттуда, потому что волны были такие сильные. И пока мы шли вот по городу, прогуливались по набережной, я переживала за этих рыбаков, тоже их снимала издалека. Ну что там, как всегда есть главный пирс. Британия пирс называется, где находятся вот эти вот игровые автоматы, игровые всякие штуки. Ну и кафешки, рестораны наверняка. Мы туда не заходили, мы пошли дальше. Очень много интересных таких архитектурных сооружений и церкви, и какой-то театр в виде мулен-руш, видимо, и цирк, чего там только нет. Даже оранжерею какую-то мы увидели. Но так как было воскресенье, все было закрыто, и мы никуда не попали. И еще было очень холодно и ветрено, я аж прямо в шапке ходила с шарфом, с перчатками. Тоже просто ходили, фотографировались. Очень красивые, конечно, дома такие, отели там на берегу, белоснежные, вот в этих темных тучах. Такое яркое освещение солнцем вот этих вот всех английских домиков было очень красиво. Помимо этого мы нашли какие-то разноцветные такие домики, желтые стены с синими окнами. В общем, просто ходили, гуляли и смотрели, что же там есть в этом городе. Потом пошли в центр, на хай-стрит, прогулялись, там по магазинчикам походили, и уже как бы надо было ехать обратно в Норич, и оттуда садиться на автобус National Express или Megabus, я уж не помню, что мы тогда, каким транспортом пользовались, ехать обратно в Лондон. Потому что, ну, в воскресенье вечера уже был, ну, вторая половина дня, надо было добраться до Лондона, чтобы с понедельника снова там, что у меня была работа или учеба, я уж не помню. Но, в общем, мы всегда путешествовали в основном по выходным. Если далеко от Лондона, это два выходных с ночевкой где-то там. Еще, когда мы уже пришли к автостанции, там недалеко протекает река, видимо, Яр. Если Ярмут, я уже, помните, говорила, Мут – это уста, устье. Устье реки Яр, получается. Ну, честно говоря, я не знаю. Ну, наверняка, река называется Ярм. И вот через эту реку перекинут такой современный красный металлический мост. Я обожаю все эти конструкции, вот эти вот металлические, разноцветные. Еще потом расскажу, в Миддлсбро был такой обалденный синий мост, который как в переправу работал. Тоже когда-нибудь расскажу и покажу. В общем, вот да, вот такая вот красная металлическая конструкция. Мне очень понравилась. Я прямо туда побежала фотографировать и фотографироваться на этом фоне. Пока мы ждали свой автобус, пока мы ждали свой рейс, почему бы нет. Зашли в магазин, что-то купили себе в дорогу поесть и поехали обратно в Лондон. Ну, а в конце этого ролика я вам показываю, как выглядел город Ярмут нашими глазами. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!